Шава Тов! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. У нас новая недельная глава. Глава называется Вайхи. Ижил Яков. Это последняя глава книги Брешит. Написано Ижил Яков в стране египетской 17 лет. Вот 17 лет. Наши мудрецы говорят, жил. Жил, значит, исполнял заповеди. Этот человек просто получил награду за все прежние годы, где ему нелегко было. Мы знаем, что у него жизнь была нелегкой. И с братом не находил общий язык. И с Лаваном. И потом эти трудности с Диной, с Йосифом. В общем, ему легко не было. Только одного Йосифа он 22 года не видел и страдал. Не знал, что с ним. Теперь Всевышний подарил. Ему вернулись все его сыновья. И сбылось его благословение. Теперь у него хорошая жизнь. Если, допустим, мы берем противоположное что-то. И вот, допустим, я жил. Жил, значит, жил хорошей жизнью, исполняя заповеди. То за Лота написано, что этот пришел проживать, осудить начал. То есть, Лот в доме. Проживать, получается, как бы прожигать свою жизнь. Когда мы не говорим о праведнике. А Яков именно жил. То есть, Всевышний ему подарил всех внуков. Он учит Тору с ними. Он учит Минаше и Сифраимом Тору. Он полностью рад своей жизни. Египтяне его уважают. Он спас Египет. Когда он зашел в Египет, Нил поднялся. Голод прекратился. Они его там просто на руках готовы носить. И вот он живет такой жизнью хорошей. И теперь приблизились дни его смерти. Он понимает это. И он призвал сына своего Йосифа. Ему здесь написано, что ему 147 лет. И мы знаем, что его папа Исхак. Про отец наш прожил. 180 лет. Наши мудрые заявляют. Яков тоже должен был прожить 180 лет. Но за то, что Яков сказал фараону. На вопрос, сколько лет жизни твоей Яков сказал 130 лет. Немногие злополучные были ли та жизнь моей. И не достигли ли в жизни отцов моих. В одних. За эти 33 буквы, что он сказал. Всевышний у него убрал 33 года жизни. Потому что он праведник. Он не имеет права так говорить. Все-таки его жизнь состоялась. Поэтому он прожил меньше. Он просит Йосифа, чтобы он похоронил его в пещере Махпела. В пещере, которую врагам купил собственность для погребения. У Ифрона Хитам, мы знаем, что он купил пещеру, и поле, и деревья, чтобы он все это купил. И там первое еврейское кладбище. Вот он хочет, чтобы его там похоронили. И для чего ему это надо? Он говорит, что дети могут подумать, если ихний папа похоронен в стране египетской, то не надо никуда уходить. А Всевышний говорит, что вы временно будете жить в чужой стране. И придете опять в страну к Нану, и будете здесь жить. И чтобы они здесь не остались, необходимо было, якобы, похоронить в пещере Махпела. Так объясняют наши мудрецы. И другая причина, что египтяне могли из него сделать божество. И это тоже послужило бы причиной для поклонства. То есть у него было много причин на то, что похоронили его именно в пещере Махпела. Мало того, что он просит, он сказал Йосифу, что похоронить. Йосиф сказал ему, я сделаю по слову твоему. Яков же говорит, глянись же мне. Что это такое вообще? Если мы берем другую ситуацию, когда Яков говорит, глянись мне. Это мы смотрим, говорят, толдот. Значит, Йосиф говорит, не Йосиф, а Яков говорит своему брату родному, Эйсаву. Говорит ему, продай же мне теперь свое первородство. Эйсава отвечает, ведь я хожу на смерть. На что же мне первородство? Типа он отдает. Яков говорит, глянись же мне теперь. И тот поклялся ему и продал свое первородство Якову. То есть продал за деньги, поклялся, все. Яков заключает с ним договор, что он теперь первенец. Тут понятно, Эйсав был нечестивцем. Но Йосиф никакого отношения к нечестивцам не имеет. Он настоящий праведник. Его слова достаточно. Для чего же Яков говорит, клянись ли, равен, как Зильбер в благословенной памяти, говорит, что когда я жил в Казани, у меня был друг по фамилии Мазур. Ему было 90 лет. И они с женой жили у своего сына, профессора Мазура Бориса Львовича в Казани. Он был профессором по лечению туберкулеза. Он даже создал теорию, есть его научный труд, теория синей палочки называется. В общем, случилось такое дело, что мама умирает. А он лечил людей из Гозы Безопасности, из Горкома партии, из самых больших людей города. Они пришли к нему домой. Равицкаг говорит, что в дом зайти было невозможно, столько было народу. И говорили такими словами, Борис Львович, ваше горе, наше горе, хороните вашу маму на центральной аллее кладбища. Папа хотел, конечно, похоронить ее на еврейском кладбище, но куда тут денешься? И пришлось ему похоронить маму и, соответственно, жену этого друга, Равица Казильбера. Похоронить на центральной аллее обычного кладбища. После этого произошло такое. Перед тем, как умереть, отец сказал своему сыну, говорит, пообещай мне, что ты похоронишь меня на еврейском кладбище. Хорошо, когда умер папа, пришли к нему эти люди. Те же люди начали говорить такое-то дело, что ваше горе, наше горе, хороните его на обычном кладбище, центральной аллее, в общем, все-все-все. Он говорит, нет, папа с меня взял обещание похоронить его на еврейском кладбище. И эти люди не возражали. Они как-то с этим согласились. Это обещание сработало. И тогда ему удалось похоронить папу на еврейском кладбище, как он просил. Поэтому Равица Казильбер понял, почему Яков берет с Йосифа клятву. Да, фараон не был праведником. Фараону не сильно интересовала эта клятва, но произошло тогда другое. Когда умирает Яков, Йосиф пришел к фараону и говорит, что хочу похоронить папу в пещере Махпелап, в пещере прорцов, в стране Кнаан. Фараон говорит, ты что, здесь его в пирамиде надо хоронить, в саркофаге. Он говорит, ну отец взял с меня клятву. Фараон говорит, я снимаю с тебя эту клятву. Йосиф говорит фараону, тогда я снимаю с себя клятву, которую я обещал тебе, что никто не узнает, что ты не знаешь святой язык. Должность фараона требовала, чтобы он знал все языки. А вот именно святой язык фараон не знал. И это они решили сохранить с Йосифом в тайне, что фараон какой-то язык не знает. И Йосиф говорит, тогда я снимаю с себя клятву, что ты не знаешь этот язык. И то фараон говорит, хорони отца твоего. То есть ему нужна была в помощь, конечно, эта клятва и все это. Поэтому Яков специально облегчил задачу Йосифу. И он говорит ему, плянись мне. И он должен был прикоснуться к обрезанию. Потому что единственное, на чем можно было клятся, не было ни свитка тора, ни мезуза, ничего еще не было. Вот дотронулся он до обрезания и клятва была завершена. Так же, как Аврагам просит Ильезера поклятся, дотронуться, прикоснуться до обрезания. Потому что это единственная западь была. И Ильезер выполнил то все, что Аврагам ему сказал. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за падение души Михаэль бен Леви, Берт Аббат Исраэль, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая Малк Аббат Йосиф, Роза бот Михаэль. В памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, Владир бен Григорий. За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина пера бот Соня Сура, Лена бот Клара, Желеб от Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двора бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двоера, Иосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ида, Афира бот Анна, Геннадий бен Лена, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Идова триба, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Яков � Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова